Очередная встреча в рамках проекта «18-й квартал» подарила ее гостям ряд довольно интересных открытий. Сотрудники Краеведческого музея, ученые и историки попытались приоткрыть завесу тайны зрителям и рассказать, насколько многофункциональны денежные купюры и монеты, а также, что важного для истории они несут спустя столетия. Иногда их даже приравнивают к источникам информации. В глубокой древности большинство народов было неграмотным. А как узнать о том, что существует какое-то государство? Когда правитель начинал чеканить монету, и это показывало, что это государство существует. Областной Краеведческий музей может по праву гордиться своей довольно большой коллекцией под общим названием «Денежная единица». Она вобрала в себя довольно редкие экземпляры купюр и монет. Что-то было передано в дар учреждению таможни, что-то приносили неравнодушные берестейцы. Экспозицию денежных средств самых различных номиналов дополняет тематическая подборка кошельков разных лет. Самый старый датируется 12-м столетиям, а самому юному экземпляру чуть больше 40 лет. Конечно же, денежные знаки, коллекция любого музея – это свидетельство нашей истории на разные периоды жизни ее. Это свидетельство богатства, смены государственного строя, может быть, доходов людей. И клады, как часть вот этой ситуации, 18 кладов, кстати, хранит наш музей, хочу сказать вам, что это большая цифра. То есть мы храним 18 кладов, 16 – это монетные клады, 2 – это бытовые клады. Так вот, почти все клады мы можем видеть в экспозиции. Так сложилось, что именно областной центр вошел в историю как город денежных реформ. Чуть больше 350 лет назад в кузнице Берестейского монетного двора была Чеканина первая монета. В 17 веке это был единственный ремесленный центр. Сегодня талантливые горожане воссоздают существовавшее ранее производство. Тем самым дарят тысячелетию Бреста свой творческий подарок. В рамках проекта «18 квартал» эти люди были представлены зрителям. Матрица, пансон, несколько ударов, и мы получаем реплику. Это называется реплика. Причем, я вот буду рассказывать гостям, традиция появилась в городе Падуе во времена Возрождения в Италии, откуда и приехал этот монетчик Тит Ливи Баратини к королю Яну II Казимиру. И предложил ему быть его, ну, основать вот эти 6 монетных дворов. Технология та же самая, ну, на современном каком. Ну, она соответствует, то есть никакой, никаких электрических, механических средств.